Я провожу 30 лет в Академии Медицинских Новых, могу добавить, что Иисусу было нанесено 39 ударов плетью, и в медицине это совпадение, что 39 шефов всех болезней, крупных процединов, поэтому Он на Себе нанес все болезни, 39 ударов. У меня в этих есть два пункта. Первое. Достижения мои за 30 лет в Академии Медицинских Новых, у меня с профессором Сусуровым, в Академии под заслуживание медицинского университета, профессора Евгения Анастасовского, он сейчас уже на пенсии, уже на пенсии, мы работали над такими темами изучения механизма развития рака, туберкулеза, и усовершенствование имеющихся методов диагностики лечения рака, и разработка новых лекарственных препаратов для лечения рака, и новых методов диагностики рака, и диагностики препаратов. Ну вот, из того, что это перечислено, мы несколько препаратов разработали, нетоксичных, на глюканаде кальция, новая соль, комплекционная глюканаде кальция, комплекционная с кальцием, разные комплекционные глюканаде кальция, вот, и почему мы взяли это? Потому что эта соль, она очень хорошо, они токсичны для, и очень хорошо проникают в глубину ядра раковой клетки, там выходит кальций, получается свободный катион ионизированный, и он запускает цепь ферментно-тимных процессов, которые приводят именно к физиологической программе удаления любой, любой раковой или материальной клетки. Вот, сморщивается раковой клетки, это нормально, а потом, вы знаете, сморщивается, уплотняется ядро, белки ядра, белки цитоплазмы, ядра, потом фрагментируется на фрагменты, покрывается оболочкой, визирует крошечки, крошечки, крошечки мельчайшие, вот, и эти крошечки токсины не выделяют, размножения нет, интоксикации нет, но это нормально, у нас постоянно происходит. Ну, у локобольных эта программа депрессирована, нет, не работает принятие, а мы запускаем именно эту программу, через его препарат, и крошечки пожираются, лимфатическими клетками, киллерами, санитарами или фильтруйтесь ночью. Ну, вот такой вот механизм мальчизии. Да, значит, конечно, вы понимаете, что фармацевтическая мафия, она не даст какому препарату развиться на Украине. Ну, это я 15 лет вместе с профессором Сусловым, мы делаем эксперимент и лечим мышей с модель рака лёгкого молочной железы, и мы лечим. Ну, вот мой профессор, он уже сейчас, ну, он как бы на даче летом сейчас отдыхает, может, оно не работает там, но это первое. Так что, вот есть непонятные. А, диагностика по слюме. Диагностика рака по слюме. Не с помощью моноклональных антител, тест-систем очень дорогие, как он Кавакер, а просто мы просим человека сдать слюну, набрать утренную слюну в шприц, закрыть булочек колбачком, пили в заморозку или сразу нам. И мы смотрим через спектр патомет, по спектрограммам у нас разработана такая IT-программа, и спектр патомет, к тому же, ну, передаем по всему спектру патометру, мы ещё дополнительно, то есть на одного человека восемь спектрограмм, и компьютерная программа выдают здоровые или мокрые, ну, это же легче, честно. Теперь метод диагностики туберкулеза, тоже надо его ещё усовершенствовать, то есть капельную кровь на стекло, носочек, мы туда капаем один реактив, потом второй высыхает, и мы смотрим визуально даже нервный микроскоп, и видим, есть больной туберкулеза или нет. Мы не клетки смотрим, а именно агрегацию иммунных комплексов. Ну, вот три таких вот крупных. Теперь, значит, по поводу, по поводу оккультизма, когда встав в медицине. Интересует вас оккультизм в медицине, да? Ну, самое главное, их очень много, оккультных методов диагностики, лечения. Практикующие экстрасенсы целители, даже с врачебными декломами, с биологическими, но не возрождённые верующие, они используют, что? Молитвы используют, православные свечи, иконы. Ну, и биоэнергетики, значит, типа коррекция поля, коррекция биополя, и ещё подключают туда восточную медицину, женскую и мужскую энергию. Одна, которая бежит вдоль, наверх по позвоночнику, а вторая вниз, там распределяется на каналы биоэнергетические. Ну, вы понимаете, что в духе святом нет разделения на женскую и мужскую энергию. Это ложь, это обман, это, ну, придуманное есть. Поэтому восточная медицина, и я, не верьте ей, не придерживайтесь. Эти точки, они надуманные, вот эти вот точки. Китайские точки, понимаете? Иглоукалыватели, иглоукалыватели. Нет, конечно, есть на теле, есть анатомические точки. Их не так много, как китайские, китайские там около 10-800. Есть, где выходят веточки языка глоточного нерва, тройничного нерва, есть 10, 10, их немного, да, есть. Но это не в китайские точки, и это используют еще там свои другие точки. Поэтому иглоукалывание, кроме того, кто ковет, да, от кого переходит, да, циклами, что-то. Духовно. Ну, надо пользоваться методом иглоукалывания, лечения иглоукалывания, не советую. Дальше. Ну, это что касается аквапультуры, аквапрессуры. По этим точкам. Китайским. По-китайским не надо. А у микропатолога нормального, по анатомическим, да, можно аквапрессурить давление, давление. Да, можно давление на анатомические выходы. Близко расположенных методов. Подскажите, метод полия. Метод полия нет. Есть другой хороший метод. Есть метод компьютерного спектра, спектра, сейчас, спектральный и спектральный анализ. Да, это не полия. Нет, не является ли полия методом оккультным? Оккультный, да, оккультный, конечно. Точечный массаж. Точечный, смотря, если по-китайским, точкам нет. А вы про патологов можете? Да, это называется патолог. Патологов, да, по анатомическим точкам. Значит, они со сгимточкам, это только сгимточки. Да, значит, гониопатия. Интересует меня? Да. Гониопатия. Значит, гониус – это гониопатия, лечение подобного. Есть такая пословица. Подобное лечится подобным, да? Семилия семиликус курантур на латейском языке. Семилия семиликус курантур. Ну, вы вот вдумайтесь, можно ли зло победить злом? Не зло. А в 1790 году некий доктор в медицине, он себя называл, Гадеман, он жил в Австрии, ну, в этой империи. Ему дочь заболела малярией, с высокой температурой, с лихорадкой. И вот, конечно, он переживал за свою дочь. И ему внеземные, так сказать, цивилизации, духи пришли ночью и сказали – полечи ее, полечи ее, полечи ее химным деревом. Только разведи, в разведениях. И ему сказали, как разводить. Значит, одну часть на 100 частей, потом разболтать, потом от того взять одну часть, одну сотую, разболтать, от того взять. И так вот разведения от 1 к 100, 1 к 100, 1 к 100, 1 к 100. В общем, гомеопаты, в общем, дошли до того, что ассоциация гомеопатов за эти 250, или сколько уже дошло, 230, уже дошла до того, что делают 2000-е разведения. Первое разведение, 1 к 100, второе, одна часть от того разведения. И так вот до 2000, то есть, так уже молекулы нет. Но зато, а мне, значит, не допускается, что-то механически там, автоматом, ну, только нужно рукой взвалтывать. Гомеопат должен взвалтывать рукой. Ну, еще, конечно, дьявол не дремал, дух ереси нагнал. Вот, что он в разуме забил, что обязательно нужно углублять яд змеи. Ну, змеи вы понимаете, кровлякое животное, одно из всех. И все, что люди могут взять от дьявола, мясо, кожу, шкуру, яд для лечения, это амман, это, ну, это... Честно, мне это правильно. Все, что идет от змеи, от змеи, все, что люди употребляют для лечения, змеи, яд и так далее, все. Это все. Не от Бога. Не от Бога. Змеи в кровлях держат. Поэтому, вот, нужно добавлять яд. Самая ядовитая змея находится в дебре Амазона. Называется она ляхезис. Ляхезис. И вот это добывает яд этой змеи, распространяет по всей ассоциации гомеопатров всего мира. И обязательно никто вам не докладывает, не говорит. Если вы покупаете гомеопатические пилюлечки, или, там, какой-то препарат, знаете, что там есть в разведении ядзмин. Может, не ляхезис, а гадюки, но профиленозик, а не будет. Ну, кроме того, они говорят, что это потенцирование. Потенцирование, якобы, вот это вот разведение, оно помнит такие вот динамизации. Динамизация. Процесс разведения один к одному, один к одному, один к одному, один к ста, один к ста, один к ста. И так же много-много раз динамизация. На самом деле, динамизация. Динамизация. Поэтому гомеопатия. Нет, ну вообще, извините, вообще гомеопатия – это развлечение травмой. Нет, это фитотрай. А, фитотрай. Гомеопатия. Вы знаете, что они туда? Это там сонит. Это энергетическое сказание несут, да? Хоть что у гомеопата. Что этим бесы дьяволы, дьявол с песнями насадили Ганн-Эману и его последок. Гомеопатия. Нужно взять какое-нибудь элитное вещество. Из растительного мира. Ну, не только растения, но и токсичные. Но и грибы, предположим. Из животного мира. В самое токсичное. Ну, грибы там, по каждому, по-моему, понятно. Ну, вот яды, 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 яды. И вот их развести и полечить симптомы той болезни, которая похожа на симптоматику, значит, нужно здорового человека заразить конкретным разведением, да? Или неразведением они не разведением разведили, яды не разведили. Посмотрите, какая у него симптоматика. Так, кстати, они умершвили с акрапой боли-боли-боли, да? Поэтому, вот, он погибл. И посмотрите, какие симптомы, от чего они были, и тогда начали давать именно это разведение. Так вот, они за историю гомеопатии очень многих людей просто принесли в жертву. Было очень много пролито крови в этих экспериментах, на людях, на заключенных, на военно-пленных, искусственных людей. В общем, по сути дела, это пролитое отроги. Вот они очень много знак принесли тем, что смотрели симптомы при отравлении тем или иным ядом. И потом делали разведение этим ядом и говорили, что это так, уникальными ядами. Это такой разгон. Извините, а вот мази вот иногда считаешь змеиный яд. А как? Ну, вот мази различные. Считаешь состав и змеиный яд. Там, где змеиный яд, не надо. Чилиный. Ну, чилиный, чилиный. Да. Человек проклятая, а змея проклятая. Змеи, змеи, проклятое животное. Из всего мира. Животное. Как и семья. Теперь смотрите. Символ медицинный, да? Не кошельный. Чами и змеи. Я бы разговариваю. Да, господь сказал, это змея. Змея не ворожная кушает. На самом деле. Это якобы и змеи берут яд. Ну, это семья. А, семья. Мир, на самом деле. Чаша, сосуд. Это человек. Суд. А змей кто? Ну, по идеалу. Так вот, змей. Человека опутывает. И в разум его, не в чашу, а в разум человека наливает яд и ложь. Отряд от Иппократа, что там? Ну, кому поклонение? Ну, если он видит, что... У нас здесь спасал. Видит больного, конечно, надо оставаться в стороне. А вам нужно спросить. Известно уже, откуда берется рак. Конечно, здесь нет. Вам нарисовать? Значит, у рака есть ноги. Рак приходит, и рак может уйти. И пути у него такие. Первое. Родовые проклятия. Второе. Проклятие, ну, болезнь из-за собственных грехов и безсотворения. И третий путь. Прикритонные. Наши единые. Это порща, это колдовство, манипуляции, стасенсорика, разумки, безглазы. Поэтому, что нужно покаяться за себя, за своих предков. А самая длинная линия проклятия, это за 10 поколений, за блуд и блудодеяние. Сын-блудница не может войти в общество Господне. И 10 поколений, он не войдет в общество Господне. А 10 поколений, если сложить, это целая армия. Если мы не покаемся за блуд наших поколений, то и грехи меняются на 2046 человек. Ну, мы можем принести достойный плод покаяния. Иисус знает, кто чем согрешал, поэтому в сфере, в сфере плода, в сфере духовной сферы, или в поклонстве, и другим богам, видам покаяния. Да, в сфере общественных отношений, семейных отношений, и финансовых материалов. Вот, знаете, такие вот пять стерн, надо принести покаяние, и просить Духа Святого, чтобы он напомнил нам, нам наши грехи и предрешения не сел. Нигде в Библии нет. Такое, что Бог, он прощает грехи, не покаяния. Мы должны покаяться, признать, исповедать грех, что он у нас был. Потом принести плод покаяния, и тогда по вере принять прощение. Потому что это благодатью спасения. Через благодатью. Благодатью его спасения. Правда, написано. Далее. Значит, по поводу символа, а как рак приходит? Значит, рак приходит следующий. Это демон. Сначала рак, или по наследству, предположим, вредки болеют, был тесный контакт. Между супругами у одного был рак, у другого нет. Конечно, муж и жена, одноклодь, после умершего супруга рак может коснуться и развиться у другого супруга. Поскольку это одноклодь. У нас есть дочаги и методы воздействия. Покаяться, запретить, изгнать, выгнать, разрушить, преобразоваться, возродиться в нем, решить, и что рак не космосен. Но это первое. Значит, родовой аспект такой. Первый, второй аспект, второй. Теперь, значит, застыклифи и дисакония и замыли. Значит, дьявол дает приказы. Если у нас открыты двери, окна, корпички, в нашей жизни тот дьявол приказывает украсть душу человека, запускает весов, и эти дьяволы, они внедряются в центральную нервную систему. Самое уязвимое место это ствол голодного мозга. Там, где и талианус, и потал, и лямус, и гипофис, в центре голодного мозга. Там есть рычаги управления всеми органами и системами. Сосуды двигательные, дыхательные, нервные, мышечные, генитальные, круглые, половые, все так, иммунные системы. Все там сосредоточено. Ну и что там? Они вносят хаос. Они спутывают эти рефлексы, спутывают, там есть нодули, такие вот, ну, центры, центр управления, вот в этом, с волевого мозга. И там вот эти бессы, они там, дух рака, дух смерти, мелочи, болезни, глюда, в общем, всякие там, воровства, мошенничества, и так далее. Вот они именно в центральной системе делают горошение. И потом уже рак проявляется в виде физической опухоли где-то, в груди, в другой, в вечер. Тогда уже врачи, врачи, они тогда видят на МРФ, на УЗИ, на рентгене, тогда видят, лечит именно это. Но, никто же не знает, что нужно сначала человека покаять, в любви Божьей, в виде Иисуса Христа, донести истину о том, что Иисус нас освободил, Иисус нас пенил, исцелил уже, мы уже были истинами, уже это совершенное действие, все совершилось на кофе на хресте. И поставить точку, и донести любви это людям, чтобы они отведились от преданностей, от преданностей, от обили, самое непрощение очень большое не прощение, непрощение, обили, всякое здоровье. Бог дал им это откровение. Понимаете? То есть, такое много храк лечится. Я свидетель, это моя подруга, я свидетель, что много уже исцеленных людей, они просто не могут зарегистрировать в Минздраве пока, так мы понимаем, почему, молимся за это. Но это Бог, Бог дал. Да, слава Богу, да. И я как раз пока слушал сестру, вспомнил, значит, Жора Достин рассказывал, интересный пример, как ты приводил, он сам в психарсе, да, где пастор, и друг у вас есть, когда раз в главном учении. Кому не хватило еще? и вспомнил, как он говорит, интересный вещь такой, у них там в психарсе большая клиника, большая клиника, занимающаяся раком и заболевание онкология, и интересные исследования проводились, что тоже от методики, вот именно он еще говорил, как о победе, он рассказывал, вот эти процессы, как приходит рак, он уходит, вот, оказывается, в любом организме, даже, здорового любого человека, эти раки, они есть, присутствуют, да, но здорового организма побеждает, вот, но их, значит, их не побеждает, но самое интересное, что главная причина, почему раковые клетки не могут развиваться, это радость, счастье, радость, любовь, такие простые вещи, казалось бы, да, но они не позволяют раку развиваться, вообще, оказывается, больше того, даже убивают его, вот они проводили такой эксперимент, такой, значит, он рассказывал, интересный, там, часть, согласен с одним, вот, пациентом, вот, часть из них, они просили, допустим, на протяжении месяца, двух, не улыбаться, или же, минимум улыбаться, минимум эмоций, а другую часть, палата, они просили, именно, улыбаться, даже, не хочешь, хочешь, не хочешь, через силу растягивать эти мышцы, и улыбаться, и бежать улыбаться, сколько это возможно. Самое интересное, обратились, потом, исследователи, за какое-то разъяснение насчет опытный мир, оказалось, когда человек растягивает эти мышцы, вот, это влияет на развитие вот тех вот, тел, которые убивают раковые опухоли, вот, даже, когда человек, не смешно, ему допустить, да, и не радостно, но он заставляет себя облываться, это, оказывается, благословно влияет на его организм. Вот, ведь, Джоэл рассказывал, интересные вещи такие, они при этой клинике создали школу клоунов. Казалось бы, зачем, да, самое интересное, это повлияло очень радикально на исцеление, вот, больше процентов, 1% вот именно выздоровления, значит, и даже те, что называется, как говорится, списанные, уже, как говорят, да, вот здесь, долмоносово, я помню, те служения, первые разы, когда приходил, я помню, что, вот, как будто бы в ад спускаешься, если, если, такое ощущение было, когда приходишь туда, вот, в этот панукоцентр, как будто бы в ад спустился, вот такое ощущение было, вот, потому что, вот такой дух смерти, и ты понимаешь, что, ты, как человек, ты ничего не можешь сейчас делать, врачи, они обучены, они снаряжены, снаряжены, они как-то пытаются помочь людям, да, но ты, пришел сюда, вот, как верующий человек, ты не можешь помочь, может только лишь Бог, и действительно, ты понимаешь, что только лишь в нем, пребывая, Боги, да, и являя Бога, живого, этим людям, действительно, ты увидишь это чудо, подначалу приходишь, и было очень тяжело, особенно детское отделение, было очень тяжело для меня, честно говоря, во взрослом не так сильно переживал, как вот в детское, там просто, ну, не можешь, просто выходишь, то есть, каждый, это, баллад, да, и просто плачешь, потом вытираешься, чтобы, ну, как бы, ну, надо же, как бы, не заплаканно, да, вот, молиться, там, за людей, за этих, значит, за матерей, за родителей, за этих тоже молиться, вот, и, и на самом деле, потом свидетельство, когда уже, уже когда проходит, месяц, два, там, не помню, начались первые удачи свидетельства об исцелении, при том, людей, которые уже были, ну, нас вначале пускали в тот город, где, там, как говорят, списанные были, да, вот, и, там, девушки, допустим, были, там, совершеннолысые, такие, просто, всех этих книг, и всяких, и прочее, и, и, умирающие, вот, и потом, когда проходило время, и потом, они из этих списанных выздоравливали, знаете, вот, вот это, да, Бог силен, действительно, приходить даже туда, где тень смерти, и тень ада, и исцелять людей, и поэтому преображение, да, вот о чем мы с вами говорили, это не только для нас, даже, это для тех, кто вокруг нас, потому что Бог хочет не только нас преображать, в нашей жизни, как верующих людей, да, но и через нас, судьбы, других людей вокруг нас, менять, это потрясающее событие, это потрясающее, это всегда восхитительно, удивительно, и очень приятно. Слава Богу. Да, пожалуйста, да, я вам слово скажу, потому что, я сказать, я не могу молчать, да, я не могу выходить в свободе, в свободе в России. Я не сменюаюсь, что, что, что сестра-пани, великий, общеный, и тут не, 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 и личности, тут вероучение, вероучение, вероучение. Мы каем, не каем, приходим, приходим до Бога. Еще остались у нас там какие-то, какие-то грешки и так далее, Бог нас преображает и так далее, и так далее. Мы начинаем познавать Иисуса Христа. Помните, Марка, третья глава, там написано, потому что он вышел сиять, и он начал сиять, и одно выросло так, друге, так, 30, 60 и 100 крат. Молитва сама, сама молитва, это как вода. если не посияно, то, как твоя здоровье, семья, так молись, Боже, исцели меня, исцели, ничего не проросте, надо сначала, берешь, как работает вера, как работает вера, ты берешь, 1 Петра 2,24, если у тебя есть проблемы, то, измена, 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 я, избавляю вас от грехов, жив для правды, рано, измена, 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 я это повторяю, все будет хорошо, это не слово Божие, рано, что Иисуса Христа, измена, это слово Божие, он входит и делает свою работу, и потом я говорю, Боже, исцели меня, и вот когда говорят, что много из вас неправильно причащаются, и много болеют и помирают, почему это? Потому что мы не принялись цілення, мы приняли только спасение, а мы не приняли полноты, мы не принялись цілення, и через это болеем, и потом помираем, что это слово Божие, в местописание, мы будем... Но там же идет, чтобы они не покушать собираются, просто все вращаются, вращаются, вращаются. Да, да, хорошо, брат, в местописание, потом, потом все эти самые, я скажу, если что, не побить, я меня камня, это слово Божие, которые мы называем. У меня тогда в местописании, когда написано, то я вам говорю про правила, на видео и прошли, которые я помню, кто там шостом покажем, кто то у меня решил, что я должен там каяться, и не каяться, и так далее, и так далее. Вот. Зреши я вену, не зреши, и так далее. Цим я, наоборот, заганяю цим демоном у себя. Я своё вбачення. Вы просто это за. Цим, коли я. Коли я это. Я только слово Божие. Без ничего. Написано. Батьки ваши ели кислий виноград, а у детей то с комена. Что такое кислий виноград? Оцеп. 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 Оцеп кислий виноград. И вот, когда Господь висів на хресті, и ему дали. Дали. Настромили на это. И дали оцеп попробовать. Деяки говорили, что это безбаляще. Какое безбаляще? О, все. Розирвано все. Вот. Все. Розирвано. Это не безбаляще. Это оцеп. Оцеп кислий виноград. Господь знал, что прийдет. Прийдет это учение о этих проклятях. Родовых проклятях. И Он сказал. Попробовал. И сказал. Свершил. Все. И когда мы, я лично для себя, вы как хотите. Когда мы говорим, что там проклятят, мы говорим, что Иисус, ты несовершенно сделаешь работу. И так далее. И так далее. Все берется верою. И я беру верою. Из духовного света. Ранен Иисуса Христа я сцелен. Да. И аминь. И не собираюсь говорить. Все. И опять радостей. И опять мир, а еще больше сердце. Реально я люблю теологию. Вот очень люблю теологию. Честно. Это настолько, знаете, вот в пророчестве есть масса уровней. Да? Понимаете? Ну да. То есть так крути, так крути, так крути, так крути, так крути. То, что сделал Илья, Елисей и так далее приманимо сейчас. И к церкви приманимо сейчас. И к нашей внутренней. Ну понимаете, да? И точно так же исход из рабства. То есть оно и наставление для жизни обычной. И путь внутренней души нашей. И формирование церкви как таковое. И реально Бог многогранный. И каждая грань преломляясь, да? Показывает его еще больше, еще больше, еще больше. И вот каждый уровень не возьми. Мы там увидим все равно его совершенство и порядок. Ну, банально просто, да? Мы понимаем, есть атом, да? Есть вот эти вот эти... Крутятся вокруг этих электроны, позитроны и так далее, да? Они крутятся. Много-много-много атомов, да? Складываются в какую-то... В молекулу, да? Молекула складывается в что-то там... В какой-то материал, да? Структурируется. Там или камень, или кусок кожи, или... Ну, в клеточку. Вообще. То есть понимаете, да? Потом дальше-дальше-дальше-дальше получается... Вот. Да? Душа живая. Да. Вот. Тело душой, живой души. Правильно? Физическое проявление души живой. Из маленьких молекул, которые... Этих атомов, которые крутятся, да, вокруг... И это всё у меня тут миллиарды таких же, которые крутятся вокруг. Аминь. Вот, да? И стульчик такой же. Такой же, да. Понимаете, да? Теперь смотрите, мы тут маленькие козявочки. Да? На планете Земля. Правда? В Украине, в Киеве, на планете Земля. Которые... Маленькая такая козявочка крутится вокруг солнышка. И ещё там парочку таких же. Правда? Потом дальше оно как бы всё больше-больше-больше. Галактика получается, Млечный путь. И этот огромный Млечный путь, у которого миллионы таких же солнечных систем, и всех этих, всё это крутится, формирует какую-то... Такую непонятную светящуюся звуточку, да? А потом ещё, 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 мы не знаем, что дальше, на самом деле, да? И написано, что это всё в Боге. То есть весь мир созданный Им, да, для Него. И всё через Него. И в Нём. И тут же написано точно так же, что вся полнота Божества, весь Бог в нас. И тут уже повод, да, так шарик за ролик чуть-чуть. И можно одну часть описывать, понимаете, этого, да? И выводить какие-то доводы, да, теологию строить на какой-то частой ситуации, да? Потом другую какую-то, третью. Я смотрю историю церкви, знаете, вот реально, да? После Иисуса началось так немножко голосовствование и теологический процесс формирования дома и всего остального. Это здоровый процесс. В принципе, каждый ребёнок для себя какие-то, это проходит, да? Какие-то обозначения. Он учится. Это зелёный, это серый, а папа на работу ходит и так далее. Но потом он начинает, то есть, приходит, есть время даже ребёнка, когда он начинает, «Нет, папа на работу пошёл!» Он всегда ходит на работу за... «Да нет, сегодня он на одной, папа взял и пошёл». Вот. Оказывается, какое-то что-то вышло из ряда, ну, его там, понимания, да, понимания. Но каждый раз, когда мы выходим за рамки какого-то понимания, мы взрослеем, и у нас понимание меняется. И мы понимаем, что раньше это был весь мир, и теперь частный случай. Раньше это было такое огромненькое, да? А теперь, ну, да, я понимаю суть, понимаете, да? То есть, я ребёнку говорю, не лезь в розетку. Ну, моему... Моей дочери ей 3 года, да, нельзя в розетку. Но моему сыну, которому 5 лет, скажу, включи мне свет. И я противоречу себе, понимаете? Оказывается. И я нарушаю свои же слова, и... Вы понимаете, да? Вот. И вот так мы строим на самом-то деле теологию нашу. Мы берём частный случай, и этим упускаем отношения. Потому что суть не влезь в розетку, а суть в том, что папа хе сказал. Понимаете? Не в розетке суть, а в наших с ним отношениях. Да. Да, слава Господа. Хе-хе-хе. Но мы заточены просто. Наш разум на всё заточен. А, папа сказал в розетку, и я почитаю папу, хе. Что теперь? Понимаете, да? Я упускаю отношения, я упускаю папу, да? Я вот этим теперь догождаю отцу. Не, ну не лезь, это понятно. То есть, понимаете, мне надо плевать на слова. Я не об этом говорю, но есть что-то большее. Есть отношения, в которых это сказано, и в которых это работает. Потому что без отношений, что ты полезешь в розетку, что ты не полезешь в розетку, ты мимо. Это тебе не поможет, ну, то есть, понимаете, да? Пользы никакой. А в отношениях, даже если ты ошибёшься, папа поможет, папа обережёт, и это будет уроком, и всё, Аллах. Понимаете? То есть, суть переключиться чуть-чуть из знаний, из пониманий какой он, как она работает, как, что мне делать, да? На него. И даже в Старом Завете чётко было написано, да? Вознеси змея, поставь змея, да? Укусила змея, что-то с тобой случилось, тебе не важно, что случилось, туда смотри. Просто туда смотри. Потом ему поклоняться начали, понимаете? Ну, к сожалению, эту ошибку повторяет церковь. Понимаете? Я грубо сейчас скажу. Но мы подходим к Иисусу, начинаем кланяться, да? Начинаем ножки целовать. И вот у ворот рая вместо того, чтобы войти. Он не говорит мне поклоняться, он говорит, как через меня как суете, и ему поклоняться. Понимаете, да? Он дверь. Так бери и входи, а не поклоняйся двери. Понимаете? И суть на самом-то деле всего вот в этой близости, в этих отношениях, в этом контакте с Отцом, который нам подарил Иисус. Иисус. В нем все. Понимаете? И тут, а тут, а наш переход и преображение от того, что у меня есть жена, у меня есть дети, у меня есть знания, у меня есть понимание, даже теология. Свои какие-то принципы в жизни, они хорошие. Они помогают мне жить. Только именно Иисус не хочет, чтобы ты жил. Он хочет тебя абсолютно преобразить и жить тобой. И твои принципы теперь раньше тебе помогали, а теперь они могут даже мешать тебе твоим отношениям. Потому что ты ставишь Слово, да, Бога выше самого Бога. Да, написано, я вот поставил Слово Свое выше. Да. Ну. Бог выше. В начале было Слово, и Слово было. Слово, Бог превозьмёт. Слово выше имени. Да. Выше имени. Слово. Да, так написано. Да. Но, что такое Слово или кто такое Слово, вы понимаете? Да. Иисус. Это не что-то мне делать, как-то воспринимать. Вот тут, вот тут парадокс отношений, близости с Богом. Общения. Вы понимаете разницу между, мы сообщаемся с женой, да, договариваемся как-то. Сожительствуем вместе, да, притёрлись друг к другу, и мы одну сяло. И что она говорит, это значит и от меня, и от себя. Или что я говорю, за двоих, и так есть. И вот тут разница радикальная. Между тем, мы просто, просто сожительствуем. Два разных человека. И мы объединяемся, соединяемся в этом центре. И вот, вот, вот это, вот это, мы умираем от себя. Мы умираем для своих принципов, для своих знаний. Парадокс в том, что, получается, мне нужно оставить живу. Своё понимание ближести. Перейти от смерти к жизни. Позволить Богу меня перевести. И тут найти новое отношение внутри любви. Найти отношение любви к ней. То есть, я оставляю своё отношение, мне оно может нравиться, оно может быть симпатичное, понимаете, да. Красивое, оно может мне прекрасно угождать. По-человечески повышает, да. Я вот это всё уставляю. И даже хорошее. Не только плохое, не только грех. Не только какие-то вещи. Я оставляю всё. И получаю свободу от самого себя. И тут я нахожу настоящую любовь. И ответ, да, он меня любит. Я любимый. Ответ на мои отношения в этом мире, я любимый. И он меня наполняет. После этого оно не может не перетекать. Понимаете? Оно не может, я не могу этим не делиться. Иногда бывает, накатывает, реально накатывает. Иногда у меня там возникает желание, да, там, объяснить, кто дома хозяин. Ну, бывает. Но я вот на этом уровне стоп. Потому что я понимаю, я сейчас держусь этих отношений старых. Т.е. Т.е. она не права по старым понятиям. А тут она мне всё содействует, кому, кстати. Тут нету она права или права. Тут нет добра и зла. И я к папе. Я говорю, что того, чтобы выяснять, кто прав, кто не прав, что ты сейчас неправильно действуешь. Даже если я прав сейчас, да, в сути, но я не прав в отношениях. Объяснять, ставить кого-то на место и так далее. Я к Богу. И после 15 минут излияния любви на меня, мне приходит, что кто-то такой неправ, а кто прав. Всё, что мне хочется, это обнять. Потому что её так Иисус любит, что я не могу сдержаться вот от этой любви. И понимаете, вот тут есть какие-то понятия, да? Тут, не важно, если меня что-то дёргает, даже если она не права. Это для меня. Это для меня. Я упускаю леса, если позволяю этому меня дёргать. И это ещё один вызов, как я уже говорил сегодня. Это ещё один способ сейчас моего льва или мишку убить. И постелить себе хороший коврик под ноги. Об этом никто не знает, да? Я не пишу об этом в Фейсбуке или где-то ещё, да? Но я живу этой жизнью победой. Каждый раз каждая ситуация определяет. И теперь два варианта есть. То есть ситуация мне показывает или показывает, что моё сердце не на месте и мне нужен Спаситель. И толкает меня к Спасителю. И слава Богу за эту ситуацию. Правда? Или моё сердце на месте и вера, да, реагирует на ситуацию и в результате я побеждаю. То есть или это показывает, что моё сердце сейчас нуждается в Спасителе, или эта ситуация достаётся мне на следение. Как говорилось, халево иисусная. И всё нормально, понимаете? И вот эта победоносная жизнь начинается. Просто-напросто. И, родные, вот посмотрите каждый. У каждого проблема, правда? Родные, я такой же, поверьте. Понимаете? Я такой же. У меня такие же проблемы, да? А у меня там дети то же самое могут ночами не спать. То же самое могут заболеть. Понимаете? Я не обезопасен от этих внешних вещей. У меня ребёнок может родиться мёртвой. Понимаете, да? Может смертельное что-то случится. Я могу быть без денег. Я такой же. Меня там могут приезжать бить, понимаете? Братки, потому что. Проповерили. Я, я обезопасен. Понимаете? Иисус не защищает меня. Да, я скажу. Ничего меня не трогает, аллилуйя. Да, родные, ничего меня не трогает. Но это значит, что ничего не случается. Понимаете? Случаются со мной такие же вещи, как и с вами. Одинаково. Только вот посреди этого я радуюсь и пою аллилуйя. Понимаете? Кто-то, ой, у меня проблема. А кто-то, ха, у меня Бог. Понимаете? И это не наиграно. Вот в чём это дело. Это не как бы, знаете? Ну, это не искусственно. Это я не одел на себя, ну, понимаете, да? Ну, немножко даже. Не то, что я это вот принял, да? Оно родилось внутри. От познания Его, как Петра, да, читали сегодня. Пусть мир и радость, и всё остальное возрастает от познания Его. Да. То есть источник Он этого покоя, этой радости, этого безумия, а не я себе увидел, да, такое, и пытаюсь натянуть. Давайте я вам историю классную расскажу. Есть такое понятие даже больше в мире, да, называется, реально, это андропологи, это учёные исследуют эту тему, называется карвокульт. Ну, в интернете можно. Карвокульт. Карвокульт, да. В общем, Вторая мировая война. Американцы воюют с японцами, и они строят свои базы на Калибских, на Филиппинах, вот, на этих островах, где живут туземцы. И они там, ну, понимаете, продовольственные базы, взлётные полосы, там, самолёты и так далее. И там войска стоят. Вот. И что видят туземцы? Ну, и, конечно же, войсками, то есть, провизию, всё-всё, то есть, ну, армия, да, поставляет, помогает, и они, это для цели, они воюют с Японией. Вот. А давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны, да, туземцев. Высадились, вроде люди, да, такие же, как мы, что-то начинают делать. Каждое утро они там поют ливни, муштруют, ходят, строят, да, зажигают огни. И с неба прилетает, какой-то, да, птица железная, и, да, приносит им вещи, которые они не зарабатывают, не дорогу, не выращивают, не строят. Им с неба, да, или там самолетом, или парашютом, и скидают просто на огонь. Те вещи, с которыми, ну, они делятся и с туземцами, ну, и как бы, кстати, туземцы не прочь наполненную воду, да, или что-то ещё. Вот, за какие-то там свои моменты. И со стороны туземца, они тут пашут, они выращивают что-то, это хватает как на базовые потребности, но это, они до этого доработаться не могут. Т.е. туземцы не знают, да, суть войны, туземцы не знают армии, туземцы вообще не знают Америки, да, и как там экономика работает, что эти финансы идут, и она строится, и их хватает, да, 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 да. Туземцы не знают, что эти войну, что эти солдаты зарабатывают там, куда. Нет, они не видят этого всего, они видят, они действуют какие-то, да, принимают, ну, понимаете, да, какие-то действия исполняют солдаты, и в результате им с неба боги дают. В результате туземцы, ну, вторая мировая война окончилась, американцы свернулись, уехали, а туземцы же научились. Они начинают вырубывать лес, прокладать полосы, ставить себе факелы, зажигать огни, писать вот тут вот USA, да, понимаете, да, с палочками ходить вот так вот в строе, строить деревянные самолётики и ждать с неба подачки. У них появляются, как бы, как это правильно сказать, да, священники уже, жрецы, да, жрецы, которые даже ругаются за неисполнение этого, этой святой, как бы, ну, да, действий. И они ждут. Они оставили свои верования, и они, ну, после этого, да, приехали антопологи через там некоторое время на эти острова и смотрят, и просто. То есть туземцы на уровне там выживания минимум там сеют, жнут хотя бы хоть чуть-чуть, чтобы хватило, и ждут всё время своё тратить на ритуалы для того, чтобы вот, скажем так, американских этих белых богов, да, задобрить. И они считают, что это и вот предки, на самом деле, небесные, которые... Там, 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 да, там уже целая философия разбилась, да, которая, оказывается, наши предки, да, так это знали уже и так далее, пошло-поехало. Вот. Но антропологи ужаснулись на самом-то деле, потому что они на, ну, на, вот, минимум выживания, да, были. И они им помогли. Диалируя, боги, ответили. Они вообще работать перестали. Они ещё больше в свои ритуалы кинулись. Вот. И, ну, на самом-то деле это смешно со стороны, понимаете, оно не смешно изнутри. Трагедия. Да, да, да. И очень часто вот это, вот это даже понятие кармо-культ, как бы, взялось, его реально исследуют. Потому что просто с нуля, понимаете, без... Вот реально кармо-культ, вот этот культ, да, это, поймите, всё в нашей жизни оно повторяется в разных сферах, на самом-то деле. Это, понимаете, внешние повторения каких-либо вещей или действий для достижения целей, которые другие достигли. Понимаете? Она популярная девочка, она там фоткается на инстаграме, а мне нужен такой же айфон, чтобы быть популярной. Понимаете, да? Это тот же культ. Он бизнесмен, у него хорошая машина, да, у него офис, у него секретарь. А, значит, чтобы достижить успеха в бизнесе, мне нужна хорошая машина, мне нужен офис, мне нужна секретарь. Ну да, атрибуты. Внешнее повторение внешних атрибутов для... И люди думают, на самом-то деле, это глубоко в нас проникло, на самом-то деле. Это корень вот этот, вот который тянется ещё и тысячелетиями от Адама. Понимаете? И мы повторяем за другими, мы видим, от кари на лябина, помните, да? Хе-хе-хе-хе, тоже. Понимаете? У одного внутренняя суть, у другого внешние действия. Понимаете, да? И вот таких вещей очень-очень много. Тот помазанник, много постится, много молится, мы повторяем. Мы не понимаем сути, да, но мы просто дальше повторяем. Мы не знаем внутренней вот этой составляющей, да, отношений, всего. Но мы повторяем внешние действия, думая добиться каких-то результатов. Но на самом-то деле, эта картина очень печальна. Потому что, как только у нас начинает получаться, мы еще больше уходим в сторону. Понимаете? И вот так очень много падений, разочарований. Во всем, особенно, вере, что касается веры. Что касается вот отношений с Иисусом и всего остального. Мы виденье начинаем видеть. Мы чувствовать, мы слышать, да, Бога начинаем. Еще много вещей. И очень часто здравости, на самом-то деле, понимания не имеют. Понимаете? Мы на уровне вот этих детей не суй палец в розетку, да, не трогаем розетку. А то он говорит, можно трогать розетку, и они между собой ругаются. Морды друг к другу. Потому что мне папа сказал так, где папа сказал так. Понимаете? Вот и христовые походы там и так далее, убийство неверное на этой площади. Вот. Но. А что если? Мы немножко оставим свое вот здесь понимание, и внешние эти атрибуты, все эти моменты. А действительно мы доверяемся. Будем познавать, открывать. И вот радикально переключимся, чтобы не рилом правильного пути. Как Иисус четко сказал, да? Вы исследуете Писание, потому что хотите найти там спасение. А оно свидетельствует обо мне. Но вы ко мне не хотите прийти. Вы дальше в Писании ищете спасение. А спасение говорит о нем. Его откидаем, дальше ищем спасение. Там написано о нем. Мы опять его откидаем, потому что ну как там. И дальше вкапываемся, да? Вместо того, чтобы услышать, увидеть, что это все о нем и прийти к нему. Мы как раз говорим, исследуете Писание. Типа вы думаете через эти исследования, не хайки, а не хайки, а не хайки. Это, не, не, подождите, подождите. Четко написано, да? Вы исследуете. Если взять 10 разных переводов, да? Вот посмотрите. Просто. 8 из 10 синодальных говорит, типа, исследуйте. Да? Ну написано, вы исследуете Писание. Другая. Заблуждаетесь, не зная Писания. Да. Да, конечно, потому что смотрят на букву, а не на суть. То есть, понимаете, знание есть о Боге, о пути спасения, что Бог хочет спасти. Но не понимая, да, выбирают свой путь, тем самым ставят себя в эту вражду с Богом. Не, ну из зависти написано, брат. А не из зависти его не хотели. Ну, в зависти. Конечно. Они знали. Нет, ну. Тут я не буду их не в сердца вкопаться. Да, я десал всегда, Тимофеев. Пребывай в отчаянии, в том, что он для настояний. На то время, да, да, и Нового Завета не было. Конечно. В Торе пребывай. Там вся кровь. Там вся жизнь. Там вся суть. Там обо мне. А Ивана, бля, это уже духовная составная Торе. Вытяжка самая духовная. И через Иисуса нам досталось. Смотрите. В чем вообще суть? Вот как сегодня, да, читала. Вот это пророческое, верное пророческое слово, да? И пользуйтесь им, пока в ваших душах не взойдет утренняя звезда. Суть в чем? Не в пользоваться, а в чтоб зашла утренняя звезда. Кто утренняя звезда? Понимаете? То есть суть в чем? Чтобы оно открылось, а дальше переключиться на это нутро. И Иоанн говорит, не имейте нужды, чтобы кто-то у вас учил. Если оно открылось, да? И тот же, в том же написано, что если вот это у вас есть, вы не пропадете, вы правильным путем идете. И тот же еще говорил, если я буду пребывать в вас, а вы во мне, а как он в нас может пребывать? Через познание слова. Если мы это слово не знаем, он не будет в нас пребывать. Что может Дух Святой напомнить нам? Вам напомнит Дух Святой. А у тебя нет тут слова. Ты пустой. Ты как вот тот сосуд, который змеявка капает где-то. Как он говорит. С пресс-председжем. Граждый голос, потому что он сам не верит. Похоже, он пребывает в нас через слово свое. Через то. Миня-миня. Да? Просто вопрос, кто есть слово? Понимаете? То есть это указательное слово. Но слово это личность. И отношение с личностью, вот вы тут как раз, понимаете, да? Между сказанным словом, не сунь, прозетку, да? И между отношение с личностью, кто это сказал? Аминь. И вот эти отношения, да, тут все говорится. Вся Библия отношения. Вся Библия просто кричит. Открой, войди через Иисуса. Над каждой страницей, что он будет. Это он. Все-все к нему. Все эти прообразы про него говорили. И Моисей говорил про него. И в пророке показывали, да? Абраам точно так же. Все это велось к нему. И весь мир для него начал выявить. Понимаете? Ради него все. Ради того, кто захотел жить в нас. Ради того, кто нас назвал своим храмом. Ради того, где он может жить. Каких рукотворных храмов ты мне построил?